Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале Eton TV, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вадьман, а вместе со мной в нашей Тель-Авивской студии замечательный гость, один из лучших израильских адвокатов Илья Вайдберг. Илья, добрый день, рад вас приветствовать. Спасибо, спасибо, взаимно. Не за что, Илья, констатация фактов, как обычно. — Илья, тема, о которой сегодня хотелось бы поговорить, она, на мой взгляд, очень непростая сама по себе. — Супергорячая. — Да, супергорячая, это с одной стороны, а с другой стороны, мне всегда казалось, что в Израиле, когда говорят о детях, о родителях, о воспитателях, такое невозможно. Ну, как бы мы, может быть, воспитаны так. Еврейское — это что-то особенное. Оказалось, что особенно с обратным знаком. Сегодня в нашей стране прошли демонстрации в нескольких сразу городах, еще пройдут, насколько я знаю, демонстрации, я цитирую, против насилия и издевательств над детьми в детских садах. Толчком послужила история в Рошайне, там на видеокамеру записали, как воспитательница 25-летняя, женщина, девушка, я не знаю, как угодно. — Трудно назвать ее женщиной. — Да, но она сама себя потом на допросах в полиции, когда ей показали эти кадры, она сама стала себя называть «Я дьявол, я дьявол». Ну, может, действительно у нее дьявол вселяется, но суть не поможет. — Не поможет ей это. — Не поможет, да. Так вот, меня зовут ее Кармель Мауда, к счастью, ее задержала полиция. Допросы и прочее, в итоге она осозналась, что да, вот она дьяволица. Что ей грозит? — Ой, ну если мы как бы говорим чисто о законе, то мы говорим о Хокаоншин, закон о уголовных наказаниях, статья так и называется «Итальюдбы хасарьеша», то есть причинение тяжких повреждений хасарьеша – это беспомощным людям, а маленькие детки, они подпадают под понятие «беспомощные люди». Значит, наказание уголовное очень серьезное, от пяти максимально до девяти лет лишения свободы, а поскольку у нас в Израиле трехступенчатая система наказаний, то есть как бы право преступлений, цепь преступлений и преступлений еще, то мы как бы говорим о третьей высшей ступени, то есть это пэши, это как бы серьезнейшее преступление, если будет доказано, что это был умысел, если будет доказано причинение тяжелых увечий физических маленьким детям, то это ну как бы 7-9 лет, это максимальный срок наказания. На практике, наверное, мы будем говорить о трех-пяти годах лишения свободы, хотя я не знаю, поскольку вы правы, дело это из ряда вон выходящее, то есть оно настолько потрясло всех, что… – Что, говорят следователи, что она делала, я в принципе читал, а вот мне бы интересно, вы как адвокат, как сформулируете то, что она делала? – Смотрите, ну как бы понятно, что мы с вами, и я тоже в том числе, мы можем только наблюдать то, что нам показывают средства массовой информации, это безусловно делала супер-италилюд, то есть супер-жестокость по отношению к несовершеннолетним деткам, то есть там она их просто невообразимое что-то делала, то, наверное, я бы хотел бы порекомендовать, я был бы, наверное, рад, что прокуратура, то, что называется, сделает из этого дела действительно то, что называется мастер, дело мастер, для того, чтобы будущие боялись и будущие, значит, знайте, что это серьезно и не так просто, и никто не будет как бы прощать, вот, ну а естественно, это поднимает очень большой пласт вопросов, почему же такое возможно, тем более в нашем государстве. – Да, вот в связи с этим первый вопрос, Илья, наше государство, мы знаем, что оно замечательное государство, мы его очень любим. – Самое лучшее. – Да, самое лучшее, мы его очень любим, ценим, холим, лелеем, но я помню в ужасном Советском Союзе для того, чтобы человек пришел на работу в детский сад или в детские ясли, он должен был либо закончить педагогическое училище, получить специальное образование, либо получить высшее образование как специалиста по дошкольному воспитанию. Почему в Израиле любой желающий, по большому счету, может быть, даже психическими отклонениями может открыть детский садик и вот таким образом издеваться над детей. – И никакого надзора, никакого пикоха. – Совершенно. Даже тот закон, который приняли в прошлом году, отдельно мы поговорим об этой истории, почему поставили видеокамеру, но видеокамера не позволяет защитить детей, она лишь контролирует то, что происходит, не более того. – Значит, действительно, мы говорим о полнейшем отсутствии правовой базы, то есть все, что касается частных маленьких детских садиков. И только в последнее время, благодаря такому массовому мудаут, то есть когда люди начали об этом говорить, начали об этом действительно жаловаться, начали поднимать эту тему, началось общественное обсуждение, было в нашем Кнессити принято два очень серьезных закона. Первый закон, он так и называется, Хокопикох, то есть закон о надзоре над частными детскими садами, который вступит в силу в сентябре 2019 года, то есть буквально через несколько месяцев. Сейчас идет подготовительный период, где возлагается на МИСРАДОТОМАТ, то есть на Министерство труда и соцобеспечения, правильно я перевел, да? – Да, 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 смешно. – Значит, вот этот вот орган, контролирующий за детскими садиками, и для того, чтобы впервые, впервые на законодательном уровне, для того, чтобы открыть садик, люди должны будут подавать заявки в специальное учреждение, в это специальный комитет, и должны будут как бы пройти как минимум пять первичных ступеней, условий доказать, что они могут вести эти садики, как то, они должны будут показать, что они прошли какие-то минималистические курсы, вот педагогические, и они должны доказать, что они прошли какие-то минималистические курсы по ОХИАД, то есть это вот оказание первой медицинской помощи детям, действительно, не просто детям, они должны, значит, доказать, что место, в котором они находятся, это действительно место РАУИ, то есть подходящее для садика, это не просто… – Но это сейчас есть. – А на сегодняшний день? – Нет, нету на сегодняшний день, вот только вот сейчас начинают вступать в силу, ну еще там там страховки, там там это самое, но на самом деле это более такие вот внешние такие признаки, вот, но на сегодняшний день по этому закону дано этой комиссии, этому комитету дано право вплоть до того, что отзывать лицензии на частные садики, если не будут соблюдены вот эти вот самые главные минимальные какие-то пять требований. – Да, это очень хорошо, по крайней мере шаг вперед, то есть какой-то элементарный надзор за вот этим всем темным областью… – Лагуной. – Лагуной. – Лагуной. – Лагуной, совершенно верно, совершенно верно. Второй закон, более интересный, вот то, о чем вы сейчас только что сказали, в народе он так и называется «Хока Мацлемот», то есть закон о камерах, который вступит в силу в сентябре 2020 года. Только, значит, как бы еще… И о чем он говорит? Этот закон, он как бы полностью копирует закон о банковских камерах. То есть работники детских садов обязаны будут поставить камеры в специальных, значит, им будут определены места и районы, где они должны будут обязательно записываться на камеры, ни в коем случае они должны быть там уборные, там интимные места. Остальные места там обязательно на камерах. Кто имеет право изымать материал этот, только полиция и органы, значит, правоохранительные органы, как то, значит, прокуратура, там, пожарные, там, ну, надзорные, вот такие вот это самое… – Контролирующие. – Контролирующие органы, да, совершенно верно. И, опять-таки, только при возбуждении жалобы по подозрению на совершение уголовного преступления. – Илья, вот эти оба закона, то, что называется, наши законодатели зашевелились после другой страшной истории, которая произошла в прошлом году. Гастарбайтер из Украины работала, назвать это нянечкой, воспитателем в детском саду, трудно это назвать, она просто задушила девочку 14-месячную. – Своими действиями. – Своими действиями, да, не то, что там умышленно, Но, тем не менее, прокуратура потребовала ей 27 лет. В мае было объявлено намерение прокуратуры… – Смерть. – Конечно. – Скажите, пожалуйста… – Вообще, по поводу смерти этого масса рулям, то есть пожизненное заключение. – Пожизненное заключение, да. – Она еще идет легко отделываться, скажем так. – Крут-фут-фу, не у нас будет сказано. – Скажите, пожалуйста, суд еще, по-моему, не состоялся, еще приговор не оглашен. – Нет, окончательного приговора нет. – Окончательного приговора нет. – Каковы шансы, что ей набавят? – Смотрите, значит, в Израиле идет судопроизводство по двум ступеням. Первое – признается виновен, не виновен. Так называемое, значит, по существу, да. Если признается виновен, то наступает вторая часть, тогда уже сколько? Какое наказание за это? – Все открыто. Я еще раз говорю, значит, в том случае есть смерть, причинение смерти, то это масса рулям, то есть пожизненное заключение. То есть там как бы нету ограничений. То есть, конечно, прокуратура будет доказывать, что преступление совершено с отечающими обстоятельствами, защита будет доказывать какие-то там смягчающие обстоятельства вину. И суд уже на основании взвешивания этих данных примет решение, и никто ничего не знает. – Возвращаясь к нашей сегодняшней истории, последний вопрос. Вчера дом, вот этой… – И садик. – И садик, да. – Она же там в своем же доме вела, в доме своих родителей, как пишут. Да, пишут так. Там возник пожар. – Да. – Как будто бы задержан уже подозреваемый и прочее. – То есть не пожар, а подозрение на поджог. – На поджог, подозрение на поджог. Скажите, пожалуйста, вот сам факт того, что садик подожжен, подожжен дом, в котором она, очевидно, жила, как я понимаю, не только детей воспитывала, может ли быть принят как, ну скажем так, смягчающее обстоятельство. – Что она и так уже понесла наказание. – И так уже, да. – Смотрите, в том случае, если будет доказано в уголовном суде, что это поджог, а не она сама подожгла, чтобы уничтожить следы преступления. Мы же ничего не знаем, да. Мы же опять-таки… – Но она как будто была под арестом в это время. – Ну, как бы, во-первых, не она одна занималась этим садиком. Пади, знай. Я еще раз говорю, я своим воспаленным мозгом адвоката опять-таки сразу почему-то подумал, а может она сама уничтожила просто следы преступления, потому что это ведь ее дом, это же Зирата Пеша, то есть место совершения преступления. Пади, знай, изъяли там эти видеокамеры, не изъяли, а если жесткие диски погорели сами, то будет проблема представить эти доказательства в суде. Очень серьезная проблема. – А то, что она уже призналась. – А я не знаю, в чем она призналась, и призналась ли она. И потом человек признается только в суде, а не в наследстве. То, что он в наследстве признался, это еще ни о чем не говорит. Потом человек должен прийти в суд и судье подтвердить, признает он свою вину или нет. – А потом еще докажут, что она психически ненормальная. – А потом, да. А потом начнется, да, это самое. Вот. Но, значит, вопрос ваш действительно имеет, он легитимный, имеет право на существование. Действительно, вот эта вот общественная такая волна, безусловно, может быть использована защитой в качестве одного из аргументов защиты. Скажем так, переводя с высокого юридического иврита на простой русский. А я что, рыжий? Почему я сейчас должна одна отдуваться за всех? Это ведь, к несчастью, не первое преступление. Оно просто самое такое… – Вопиющее. – Вопиющее. Почему опять-таки? Потому что стало известно благодаря камерам. А может быть, такое раньше и было, и, конечно, такое и было тоже. Вот. Но именно благодаря продвижению технологий новейших, что вот все-таки люди согласились, записали, принесли это в полицию, это стало достоянием общественности. Конечно, сам факт того, что опять-таки, если будет доказано, что это поджег не ее, а, допустим, разгневанными родителями, то да, безусловно, суд будет принимать и это тоже. Он скажет, что из-за этого она и так пострадала. Значит, она неизвестно, пострадала она или нет. Если там была страховка, может, она еще и обогатилась от этого. То есть, все это надо будет смотреть, очень внимательно взвешивать и основываться только на судебных решениях, а не вот на эмоциях. Эмоции всегда в сторону юриспруденции. – Но вообще, объективно говоря, когда в детском саду детей привязывают к стульям и насильно, и прочее, и прочее, ну, как бы, ну, трудно это. Обойтись без эмоций. Трудно ли? Даже адвокатам, как я понимаю. – И даже судьям. – Даже судьям. – Конечно, трудно. – Спасибо, Илья. – Все же мы людям. – Спасибо огромное за этот разговор. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. – Хорошо. – До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok